Для врачей праздничные каникулы – время напряженной работы. Как начался год в городской больнице, выясняла наша съемочная группа. В первую неделю года скорая помощь работала в усиленном режиме, врачи обслуживали до 90 вызовов в день. Традиционно новогодние праздники – горячая пора для врачей-травматологов. Как рассказывает в городской больнице, в этом году поток пациентов возрос. Травмироваться везде, и в общественных местах, и на катках, и дома. Это и разные категории лиц, это и молодые, и пожилые возрастом. Возможно, увеличение количества травм связано с более активным образом жизни, попыткой хотя бы реализовать себя в новогодние праздники, раз времени не хватает. Исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением городской больницы Владислав Гребенюк отмечает, что половина всех поступивших в травму в этом году иногороднее. В целом, горожане стали внимательнее относиться к своему здоровью. Реже поступают пациенты в состоянии алкогольного опьянения, а пострадавших от фейерверков в этом году не было вообще. В городском роддоме начала года встретили в обычном рабочем режиме. В новогоднюю ночь первым на свет появился мальчик. Всего за эти 10 дней прошло у нас 22 родов. Родилось 12 мальчиков и 10 девочек. Непосредственно в сам праздник на 1 января трое родов в новогоднюю ночь прошло, и трое детей родилось. Первый мальчик, потом еще мальчик и девочка. В общем, и так процесс идет. А в Рождество в Возбестовском роддоме на свет появилась девочка с счастливым именем Валерия. Как рассказала ее мама Лариса Яготина, это уже вторая дочка в семье. Пол ребенка родители узнали заранее. Мы рожали в Рождество, 7 числа. Все прошло замечательно. Все хорошо. Роддом замечательный. В целом, за 2017 год количество родов уменьшилось. Эта тенденция характерна для большинства регионов России. Поэтому на областном и федеральном уровнях предусмотрены меры поддержки семей с детьми. Все чаще начинают рожать женщины после 30 лет, даже к 40 годам. Причем не то, что там, допустим, большое количество родов. Некоторые идут на второго или третьего ребенка, но с большим перерывом. Хорошо то, что уменьшилось количество юных. У нас уже несколько лет нет родов до 15 лет. Это хорошо. Но то, что уменьшается количество родов от 20 до 25 лет, не очень хорошо. В то же время, азбестовцы сознательно и ответственно подходят к планированию семьи. Врачи отмечают, что сохраняется традиция партнерских родов. Татьяна Мельникова, Андрей Усипов, Новости ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова